И по самой реке Енисей А именно Енисейская протока называется Потому что вот этот остров, вот эти острова Вот этот остров, он отделяет от основной части Енисея Сам вообще Енисей находится за вот этим островом Судя по последним годам, Енисей, короче, обмерял, можно так сказать Воды очень мало, потому что особенно летом, если не идут осадки Вот получается, что в середине Енисея даже можно поймать места, где 80-80 см всего Даже вот так это и дно видает полностью А вот в этой протоке летом рыбаки даже умудряются переходить на остров Одевав просто, как говорится, брезентовые штаны и переходят, чтобы рыбачить Вот на такой степени здесь не бывает С рыбой у нас здесь в последнее время, честно скажу, не очень Почему? Потому что часто стали из-за экологии, именно из-за экологии Часто получается, всякие посторонние спросы делают, соответственно, суда любят рыбу И плюс к тому, что зимой у нас здесь температура выше 50 градусов Реки обязательно замерзают, становится промерзание идет рек И чтобы не топило весной, когда реки начинают движение льда Чтобы не затопляло по ледовью Енисея деревни У нас принимают решение, периодически взрывают пусть Где соединяется река Янкарат и Енисея, вот это место, как раз, получается, взрывает Соответственно, взрывы приводят к тому, что рыба гибнет И как начинаются взрывы, происходят Потом у нас весь июль месяц, по берегам, рыба от первого худа валяется То, что делается А то, где туда и еду, и Енисея Там прекрасную рыбу еще ловят, там хорошо у них идет У нас сегодня Майпоп здесь выпускает Но дело в том, что вылавливают браконьеры Хоть и с ними бурятся, все бесполезно, ничего не могут сделать Обычно рыба крутана, это самое Раньше на ямах, на определенные места Рыбаки знали, где есть рыба, и обязательно рыба Сейчас, в принципе, и здесь у нас щука, налим Но все зависит, рыбаки местные знают от такого периода В том смысле, вот, допустим, зимой подлетный идет Вот, через лунки, полчета, без садов, налим